Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полётов». Сегодня я веду, Михаил Горин. Мой собеседник, израильский журналист, главный редактор израильского лучшего радио Цви Зильбер. Цви, приветствую вас! Шалам-шалам! Итак, главная международная новость на минувшей неделе стала то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. В отношении действующего президента России, я подчеркиваю, потому что действующий глава правительства, были выдвинуты обвинения в военном преступлении, незаконной депортации детей с оккупированных территорией Украины в Россию в ходе вторжения. Скажите, пожалуйста, вы могли бы предполагать, что вот дойдет до такой, вот ситуация дойдет до выдачи ордера? И вообще, на ваш взгляд, это такой символический жест или абсолютно практический? Ответ на этот вопрос, на самом деле, вот все привыкли воспринимать Запад, неправильное выразилось, некоторые воспринимают Запад как некий такой единый механизм. Вот они собрались, Байден, Макрон, Шольц, там еще кто-нибудь, Столтенберг еще, и решили, а давайте издадим ордер на арест Путина. Это так не работает. Запад – это очень много разных акторов, каждый из них действует в своем направлении, в том числе и Международный уголовный суд. Я даже больше скажу, у Международного уголовного суда в Гаге очень плохие отношения с США, потому что американцы не признают римский статут, и если суд собирается расследовать какие-то преступления американских военных в Ираке или в Афганистане, то Америка делает очень такой плотный бойкот и даже подает встречные иски против судей или прокуроров Международного уголовного суда. Больше того, когда Международный уголовный суд, раз уж вы упомянули, собирался расследовать военные преступления в Ираке, то США пригрозили вторжением в случае, если военнослужащие американские будут задержаны и преданы этому суду. — Совершенно верно. Израиль не присоединился к римскому статуту. Китай. Россия сначала присоединилась, но потом не ратифицировала. Украина тоже, по-моему, сначала присоединилась, но не ратифицировала. И так далее. Но есть 124 страны, которые подписали римский статут. Теперь римский статут, в общем-то, предполагает, что главы государств не имеют иммунитета. И за историю этого Международного уголовного суда там уже, по-моему, шесть глав государств предстали перед этим судом. — Но не все были осуждены. Некоторые из них были оправданы. — Да, нам, кстати, оправдали. Кто-то скончался во время суда, не дождавшись себе приговора и так далее. Но в любом случае, именно для того и был создан Международный уголовный суд, чтобы осуждать за уголовные преступления, в том числе за военные преступления и преступления против человечества и человечности, именно глав государств, которые эти преступления совершают. И, кроме того, эти обвинения не имеют срока давности. Это на всю жизнь. Это нельзя отменить. То есть, если предположить, что завтра, предположим, Запад договорится с Путиным и начнет снимать санкции, путинская Россия начнет выплачивать компенсацию, уйдет со всех территорий Украины, например, то ордер все равно останется. Этот ордер выписан пожизненно, и Путин пока еще в статусе подозреваемого. То есть, его вина не доказана. Естественно, она должна быть доказана в суде, ему должно быть предоставлено право на защиту и так далее. Но пока он разыскивается просто в качестве подозреваемого. Это означает, что все страны, подписавшие римский статут, должны его арестовать немедленно, как только он ступит на их территорию. В частности, министр юстиции Германии уже заявил, как только нога Путина ступит на землю Германии, он будет немедленно арестован. И понятно, что ни в одной из этих стран Путин не поедет. Но главный ущерб тут, я думаю, что он и так бы туда не поехал, главный ущерб тут репутационный. Потому что, ну на самом деле, после этого Путин становится нерукопожатым практически во всем мире. Я думаю, что... Ну и тем не менее, китайский лидер буквально через несколько дней после вынесения этого ордера приехал в Москву, общался с Владимиром Путином и как бы показал легитимность этого президента. А до этого он принимал человека, который претендует на должность президента Белоруссии. Да, он начал свой визит с того, что он надеется, что великий, прекрасный и могучий русский народ выберет Путина в 1924 году еще раз своим президентом. Значит, до 2030 года вот эту вот басму на правление, как это называется, которую получали когда-то русские князья у татарского хана, да? Вот эту басму на правление улусом, российским улусом он фактически получил тем самым. Но, слушайте, Си Цзиньпинь, конечно же, не рассчитывал на это. Если бы этот ордер появился, скажем, в день его прилета, то, наверное, вообще он бы привели его в смущение. Но я думаю, что он со своими экспертами проконсультировался, они подготовились к этому, к какому-то репутационному ущербу. Видимо, они были готовы вообще в плане того, что они ручкаются с Путиным, который заляпался в войне. Но сейчас, когда он официально подозревает в совершении военных преступлений, это немножко другое дело. Тем более, что Си приехал туда с таким имиджем миротворца, который, вот как пишут там в российской пропагандистской прессе, Си помирил сунита вишиитов, которые уже более тысячи лет враждуют. На самом деле он не помирил сунита вишиитов. Вот понятно, что религиозные конфликты не могут разрешиться, даже если за это берется такой влиятельный человек, как китайский император. Но, естественно, китайцы сыграли свою роль. И на самом деле этот договор, на мой взгляд, больше на пользу Ирану, чем Саудовской Аравии. Но Саудовской Аравии уже очень нужно закончить войну в Йемене. Она отбирает слишком много нервов и ресурсов у Саудовской Аравии. И поэтому они решили с Китаем договориться. Но тем самым они, в общем-то, становятся такой частью антиамериканских сил на Ближнем Востоке. И мы чувствовали уже это охлаждение во время последнего визита Байдена в Саудовскую Аравию, когда было видно, что они просто вынуждены стоять рядом. И они испытывают друг дружке, вот этот Мухаммад бен Сальман и Джо Байдена, и испытывают друг другу сильную антипатию. И, естественно, камнем преткновения до сих пор висит вот это дело с убийством журналиста Джамала Хашокджи, которого очень поддерживала именно Демократическая партия. Это имело влияние даже на Дональда Трампа, хотя он хотел замять эту историю. Но президент Демократической партии не мог замять эту историю, поэтому он тоже совершил над собой некоторые усилия, чтобы поехать в Саудовскую Аравию. Но саудовцы не простили такой бойкот, и вот мы видим, что саудовцы тоже ищут в кавычках другие центры сил в мире. Си выстраивает сейчас вокруг себя настоящую такую империю зла, в которой он выглядит самым вменяемым и самым умеренным, и самым, скажем так, человеком, за которым реально есть политическая, экономическая, военная сила. Рядом с ним сидят путинский режим, иранский режим, северокорейский режим. Вот такой блок он вокруг себя собирает. Сюда же можно отнести и Кубу, и ассадовский режим, и Венесуэлу, и так далее. Вот все вот это Китай собирает сегодня вокруг себя и намеренно торговать этим с Западом, или давить на Запад, и вот изображать такой двуполярный мир, и наметился просто четкий совершенно, четкая такая линия фронта, такой окоп между демократиями и тоталитарными режимами. Цви, я хотел вот вас спросить. Вы упомянули, что 123 страны входят в этот римский статут, а некоторые страны нет, в том числе и, естественно, американцы. А нет ли здесь вот этой пресловутой двойной морали? Америка на словах говорит, что она приветствует решение Международного уголовного суда, при том об этом заявила администрация нынешняя Белого дома, и возможный претендент на президентский пост Десантис наконец-то определился, сказал более чем ясно, внятно. Но в то же время, вот как мы упоминали, когда Международный уголовный суд захотел рассмотреть действия американцев в Ираке, то и американцы возмутились, вышли из-под его юрисдикции, сказали, пригрозили чуть ли не своими войсками ввести, если вдруг посмеют арестовать американского военнослужащего. Так как-то все это странно тогда выглядит? Понимаешь, вот если ты спросишь меня, я тоже к Международному уголовному суду в Гаге отношусь, ну, мягко говоря, со скептицизмом, а если говорить на чистоту, то очень даже отрицательно, потому что в этом уголовном суде действительно в нем заложены какие-то двойные стандарты, и ханжество, и лицемерие вовсе не у американцев, это надо искать. Ну, давайте вспомним прошлого генерального прокурора Фату Бен Суду, которая решила судить Израиль за преступления против палестинского народа. Фату Бен Суда – это такая дама из Гамбии, замечательная африканская страна, абсолютно тоталитарная. Она там выносила приговоры за ведьмачество, за ведьмовство или за колдовство. Там есть приговоры, причем выносили довольно длительные приговоры. Она судила оппозиционеров, в том числе и давала им смертную казнь. А теперь она, значит, такая белая и пушистая, оказалась в этом Международном уголовном суде по всяким там их каким-то критериям и принципам. Понятно, что, да, кто собирается кого судить. Если она собирается судить американских военных в Ираке, то куда идти дальше? Ну вот американских военных она не судила по понятным причинам, а вот израильскую военщину она решила судить, когда там была, в общем-то, серьезная несостыковка. Это преступление, если иск подается против государства, то преступление, за какие-то преступления, то его должно подавать другое государство. А палестинцы государством не являются. Но она сказала, что ладно, палестинцы, они как бы государство, они государство в процессе становления, они будущее государство, и многие страны уже их признают как независимость, поэтому я принимаю этот иск. Потом она сменилась, этому иску не дали ход. И сейчас там новый генеральный прокурор, совершенно вменяемый, и Шариф Хан его зовут, по-моему, он пакистанский, по-моему, я не уверен в этом, надо проверить, надо загуглить, не ловите меня на слове, но этот человек совершенно вменяемый, человек, который адекватно воспринимает действительность, поэтому этот иск, это рассмотрение дела против Израиля, оно пока на данный момент заморожено. Но, в принципе, ему в любой момент могут дать ход, потому что, опять же, я говорю, что на эти механизмы никто не в состоянии повлиять. И Израиль потом сможет миллион раз говорить, что мы не признаем римский статут, но, тем не менее, это будет чревато тем, что израильтяне, которые будут упоминаться в этом иске или в этих ордерах, не смогут вступить на землю европейских стран. Загласитесь, не говоря уже о репутационном ущербе, который будет просто колоссальным. Вот, собственно, основное значение сегодня, которое имеет Международный уголовный суд, это репутационный ущерб, который они могут нанести. И Путину они его нанесли. И за это, в общем-то, Байден их и похвалил. Поэтому я надеюсь, очень надеюсь, что помимо Международного уголовного суда в ГАГИ будут другие инстанции расследовательские, судебные, на уровне отдельных стран, на уровне украинских правоохранительных органов сотрудничества с Интерполом. Может быть, какие-то специальные структуры при обновленной организации Объединенных наций будут созданы для того, чтобы расследовать и судить военных преступников, расследовать все эти военные преступления России, которые совершаются каждый день. Кстати, раз вы упомянули, мне интересна ваша точка зрения вот по какому вопросу, который касается тоже взаимоотношений Израиля и Международного уголовного суда. В Израиле сейчас у нас много всяческих законодательных инициатив, очень экзотических порой и оригинальных. Среди них есть предложение наделить израильских военнослужащих неприкосновенностью изначально за возможные действия на территориях или где-то в других случаях боевых столкновений. И, как говорят юристы-международники, это может привести к тому, что израильские военнослужащие, как действующие, так и бывшие, могут стать объектом преследования со стороны Международного уголовного суда по всему миру. А это, как вы упомянули, 123 страны. Вот здесь возникает та же дилемма. Нам обращать на это внимание или не обращать на это внимание? Мы сами по себе. Но тогда мы становимся на одну доску с Россией, которая говорит, а они нам не указ. Да, они не то что могут привести к этому, они к этому незамедлительно приведут. Потому что отношение к израильскому суду всегда в мире было очень положительное. И его очень высоко ценили за его независимость. Сегодня эта независимость израильского суда поставлена под очень большой вопрос. И теперь еще и Бенгвир примет закон, что не расследуются военные преступления. Надо понимать, что военные действия в лагерях беженцев на палестинских территориях, на территории палестинской автономии, городов палестинской автономии, на границе с сектором газа. Там столкновение происходит практически каждый день. Практически каждый день там есть убитые и раненые со стороны палестинцев. Я не буду говорить террористы, не террористы, бывают и случайные выстрелы. Помните, как застрелили журналистку Аль-Жазиры, который еще и оказался гражданкой США. Происходит всякое, но всякий раз незамедлительно палестинцы заявляют, что это очередное преступление израильской военщины. Так это не так, это никто не знает, но всегда ЦААЛ израильской армии расследовала все эти инциденты. Будем говорить инциденты. Расследовала эти инциденты, в 99% случаев никаких обвинительных заключений не предъявлялось. В нескольких, в совершенно единичных случаях предъявлялись какие-то наказания, которые тоже можно считать очень и очень мягкими. Поэтому все вот эти крики по поводу того, что вы демотивируете солдат, что израильский солдат будет бояться поднять оружие, а значит эти все демонстранты и террористы обнаглели и так далее, и так далее. Это все не совсем состоятельно, потому что если военнослужащий получает там месяц гауптвахты, то это совершенно не должно демотивировать всю израильскую армию. Это же не означает, что его там судят за убийство и сажают там на 20 лет. Нет, этого ни разу не происходило. Понятно, что это солдат, которому государство доверило оружие, для того, чтобы он защищал безопасность. Особенно если речь идет о какой-то экстремальной ситуации, если идет бой, то в бою тебе не до правил открытия огня, не до правил, ты воюешь без своего адвоката рядом. Понятно, что совершаются ошибки, бывают ошибки, фатальные ошибки, и гибнут люди. Но израильская армия всегда это дело расследовала и представляла свои выводы, в том числе и международным структурам. Если Израиль это не будет делать, то, соответственно, это будут делать какие-то международные структуры, в том числе Международный уголовный суд. И это действительно чревато тем, что вот те 99% случаев, которые выходят чистыми после этого расследования, с них снимаются все обвинения, превратятся в подозреваемых и никогда не смогут вступить на территорию Европы, потому что практически все европейские страны признают римский статут и так далее. Кроме того, речь может идти об Интерполе и о самых других структурах, которые будут их разыскивать за военные преступления. И, собственно говоря, это не то, что это может к этому привести, это абсолютно однозначно к этому приведет. Бен Гвиру в этой ситуации надо просто попиариться, вот он чистый популист, а когда наших солдат начнут привлекать, он просто будет кричать, сволочи, антисемиты, мы вам покажем. И на самом деле ничего не покажем, и нельзя к проблемам относиться, как молоток относится к гвоздям. Не каждый гвоздь надо забивать. Иногда это бывает контрпродуктивно, и, несомненно, надо расследовать не только каждый инцидент, каждую жалобу, которая поступает от палестинцев, и, несомненно, надо расследовать. Если мы это не будем расследовать, это будут расследовать гораздо более враждебные по отношению к нам структуры, чем международный уголовный суд. Скажите, пожалуйста, ваша личная точка зрения, я понимаю, что вы не юрист, но по ощущениям, что называется. Учитывая вот то, о чем мы с вами говорили, ну, я бы не сказал сомнитель, но, скажем так, спорную репутацию международного уголовного суда в ГААГе, спорную репутацию многих ООНовских структур, к которым по-разному относятся в разных странах, вот этот вот частный, хоть по конкретному эпизоду вынесение ордера на арест Владимира Путина, не нивелирует ли он важность вообще тех претензий, которые сейчас возникли у мирового сообщества к Владимиру Путину? То есть не должно ли, не должен ли это быть действительно какой-то международный трибунал, как это было по образцу после в Нюрбенге, а не вот решение отдельных судов? Ну, что я думаю по этому поводу? Конечно, международный уголовный суд это люди, которые не живут в АКУ. Они живут в современном мире, они смотрят телевизор, они смотрят новости, они прекрасно понимают, что сегодня происходит в России, и поэтому они тоже, их решение о абордере на арест Путина это тоже продукт некой эволюции. Вот возьмите, например, голландский суд, который вынес приговор по поводу Боинга МН-17, которым признали, главным виновным признали Стрелкова Гиркина, который сейчас где-то там сидит, прячется и говорит, что у него нет даже денег на лечение зубов. Но некоторое время назад они выступили и сказали, что в принципе расследование может быть продолжено, потому что они понимают, что никакой БУК не попал бы в руки сепаратистов без личного приказа Путина. И они озвучили, что как бы подозреваемые в том, что кто отдавал приказы, разумеется, президент России Владимир Путин, было страшное возмущение в мире, но это, в общем-то, была такая первая ласточка. Они показали, что нет иммунитета, нет неприкасаемых. И сегодня, после той кровавой войны, которую устроил Путин, никто уже не боится говорить ему в лицо правду. Европа больше от него не зависит экономически, Европа больше его не боится с военной точки зрения, потому что он показал, чего стоят все эти его военные игрушки сталинских времен и вот эта вся разворованная и коррумпированная армия, где лицом солдата чистят унитаз. И поэтому, да, поэтому это все появляется, это все стало выплывать наружу. Судьбу Путина, видимо, уже решили. Путина никто не будет спасать, никто не будет. Помните, это когда началось вторжение вот это «Don't humiliate Putin», они повторяли, «Макрон, не унижайте Путина», «Дайте Путину достойно слезть с этого дерева и закончить эту войну». Но после Буча это уже стало нерелевантным, длился долго этот процесс эволюции, Макрон все время бегал, порывался позвонить Путину. Он все-таки такой наивный человек, он думает, что просто какой-то недостаток перевода, что, может быть, он не до конца понимает, о чем с ним говорят. Он все прекрасно понимает. И сейчас Макрону будет в десять раз труднее звонить Путину после того, как против Путина есть ордер Международного уголовного суда, поскольку Франция признает римский статус. Поэтому, да, Европа решила, что Путина они больше терпеть не хотят. Его не будут спасать, ему не будут давать сохранить лицо, ему не будут давать какие-то послабления до того, как он не выполнит. Ну вот, есть план Зеленского, за который все проголосовали, и все на Западе говорят сегодня, что никто не будет принуждать Украину к каким-то политическим шагам, которых не хочет украинский народ. Запад будет помогать Украине, а политическое решение, как завершить эту войну, будет принимать сама Украина, и никто не собирается на нее давить. Это тоже очень важно. А в принципе, когда вот уже был озвучен этот голландским судом было озвучено, что подозреваемым, главным подозреваемым, в общем-то, является Путин, уже было понятно, что такое решение уже принято, и уже перейден некий Рубяков. Сви, спасибо, что были с нами. На этом все. Напомню, что моим собеседником был израильский журналист Цви Зильбер. До свидания.